Привет всем любителям пошаговых глобальных стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения Old World за Египет на реальной карте Средиземного моря но все подробности в первой серии, если вы случайно пропустили, то лучше перейдите к ней там я всё рассказываю, ссылка в описании в прикреплённом комментарии где-то снизу переходите, смотрите с самого начала, есть плейлист, где спонсоры канала, например, все серии видят сразу большое спасибо вам за поддержку в это тяжёлое время ну что ж, царица Михаа Мудрая умерла, да здравствует Тутанхамон новый он у нас, его способность вдохновляющий, вдохновляющий поэтому всем городам даёт плюс одну культуру за уровень культуры, то есть у нас культура будет быстрее накапливаться правда недисциплинированный, меньше к деньгам, но у нас и так 570 вход, так что мне кажется так, и он ещё может быть земледельцем, все фермы и рощи плюс 20% или умным все города, давайте лучше умным потому что у нас роща всего одна, ферм конечно много, но извините, у нас и так 243 еды капает так что я думаю еды нам хватит а вот умный 180, ну кстати, стоит царицы, по-моему, 240 было так что мы немножко просели по науке все три знатные семьи просят отдать им честь организации празднества вашей коронации по традиции организатор должен принести вам на долгую память дар, представляющий ценность данной семьи так, с кем? я больше не знаю, с кем улучшить отношения, с рамесидами, видимо да, тем более, что они культуру, да, странно, что лучника дает амарно, а не рамесиды все-таки рамесиды это военная семья так, новый наместник тут есть? нет, вот это они все чем-то заняты, поэтому некого выбрать, к сожалению проверим, вот есть доступные кандидаты в минифер ага, и Джане абсолютно одинаково, значит тут 6373 вот сюда тут больше выхлоп будет так, дальше у нас идет война с Карфагеном плюс у нас налет варваров вот здесь видимо, мне придется с варварами сначала разбираться иначе будут большие проблемы блин марш-просок придется применить ну, воплотили легитимность 15 а вот генералов где нам взять? у нас тупо нету столько генералов вот это колесницы, конечно, очень классно работает так, а мы еще сможем и вот этого убить столпотворение юнитов так, слушайте, давайте мы, наверное, остальных здесь оставим чтобы защищаться от карфагенян каким мы чтобы походили а, нам Анагар да, это я Анагар наукой добавил ну, подъезжаем туда Анагар хорош тем, что он стреляет по по толпе, как бы по области в центре, а по области ну, хочешь плюс 25% праздничество праздничество есть гражданин наверное, я бы сюда его назначил в Балате казначейство и еще одно в Джане так, а вот в Джане юниты цитадель крепость вот Анагар давайте делать нам 50 дерева деньги у нас есть просто начинаем его делать я бы тут добил уже чисто рудники нам предлагают библиотеку 2,8 а вот тут 3,8 например я бы здесь поставил мне не нравится, что какая-то армия вавилонок сюда бежит зачем-то правительство тоже сделали можно дворец наверное а, у него только легендарное так, подождите хорошо а что с библиотекой или она строится она строится так, подождите у нас 3 приказа всего этот хайс стоит пока чувачок этот тут ферму сделал нам надо здесь где-то домик еще так а, тут домик тоже сделали а тогда домиков пока так хорошо а тут библиотеку вон есть на 5,4 вот сюда давайте библиотечку все самое важное у нас конечно здесь происходит либо так подходит подходит ведет туда армию да нам бы в амунии не казначейство а стены наверно строить надо было так еще вопрос у меня к вавилону конечно если мне сейчас тут войну объявить будет не, ну гробиться злое в общем то что и было так тут он хамон стал больным блин а че че это он и герцог харапис тяжело больной умелый охотник зверолов и разведчик принц хуфу посол имеет статус ловчего в качестве наместника ну такое странное для посла да трусливый царь покинул пост правителя чудно он не смог совладать с напряжением войны с нашей нацией о не знаю может это просто нас так обнадеживают недавние войны истощили запасы вавилонии каша поделимся едой 480 и тесно насколько это улучшит отношения с вавилоном о 105 слушайте мы кстати вавилону и хет кстати у нас и с хетами улучшились мы как вот у нас царь стал новый так ваша жена желает удовлетворить свои творческие наклонности украсить произведениями искусства ну да пускай там плюс культуре царица консорт не сидела сложа руки ваша целеустремленная супруга кладет перед вами пергамент исписанный планами для Египта так это у нас амбиции короче начинает амбицию построить пантеон контролировать пять старших специалистов кстати вполне а пантеон это у нас чудо чудо которое требует а слушайте всего три чуда осталось требует легендарной культуры да легендарный нам еще далеко не сильно мы кстати с чудесами то преуспели не так уж и много у нас их так ну тогда старших специалистов я думаю вполне один у нас тем более уже есть вот это блин восьми восьми генералов на поле как нам выполнить так посол торговое соглашение потом надо будет предложить мир с вавилоном и хеттами блин чуть-чуть не хватает это неприятненько нам могут эту лошадь убить надо вот эту лошадь как-то сейчас реально убить получается отлично тогда все норм ух вообще нет генералов да так давайте тут стены строить библиотека 4.8 нормально ну раз нам старшие специалисты нужны то в общем-то давайте добивать наверное сначала этого священника потом этого поэта так сиене фермер готов тогда тут священника до конца садовник о у нас есть благовоние блин ну эта семья и так уже у нас или выдать ей все-таки благовоние ладно так благовоние бабу джи вот у нас собственно 5 старших специалистов я уже выбрал есть гражданин пока будет архив я бы граждан на специалистов в библиотеке оставлял так тут анагар тут боевой слон строится сейчас мы там встретим карфаген он не обрадуется казармы кстати так тут у нас крепость построена значит что мы сможем более крутые юниты вот легкую колесницу например это чисто египетский уникальный акушатский всадник с цитаделью давайте тут где-нибудь цитадель вопрос только где я ничего не могу делать так я бы кстати вот этих ребят туда подводил потихоньку а этого вообще бы апнул в лучника 1732 так два рабочих остались нам тут суд нужен наверное собор будет а суд вообще построен здесь святилище предлагают не хочу просто не хочу святилища не знаю мне не нравится когда появляются эти казармы стрельбище прилегают казармы давайте вот сюда а тут не могу пока нету второго да ладно пойду сюда сети строить ауч ну пока карфаген четырьмя юнитами считайте добра точнее даже двумя в принципе вообще отбиваемо царь персии мертв детское царство перемирия с ассирией перешли в маних кстати о чем мы не в манихействе надо в манихейство перейти и раскрыли хетское царство полностью ваш посол хуф успешно установил торговые отношения итак мы получаем науку за камень в принципе ничего так давайте науку за камень ну слабенькая правда торговля но мне нравится так и давайте сразу посла отправим мир к хеттам просто без всякой дани мы хотим мира окей теперь шпионов давайте внедримся в осирию тут он хамон воин крит а нет паника просто просто паника я сюда встану чтобы зона контроля была здесь укреплюсь он против против пехоты ближний бой плюс 25 то есть только против этого этого немножко слабоват будет так со смертью царя Оксафра Великого из Персии правление Персии перешло к царице Статире Новой ходят слухи что царица Статира ярая поклонница иудаизма слухи подтверждаются когда вскоре после ее подцарения на персидском престоле в Джанне начинают стекаться религиозные миссионеры предводитель миссионеров предстает перед вами и выражает надежду что вы будете не менее благосклонны к иудаизму чем царица Сатира новая нет давай-ка ты становимся нетерпимым блин будучи лидером минус 10% но конечно логика в этом есть определенная ладно пускай распространится в Джанне как бы по хорошему этого минус никакой нет но будут но могут некоторые семьи переходить в него так а сам я стану манихеем так 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 Продолжение следует... Так, всех перекинул. Ну, если тут вот будет налет, конечно... Но вот у меня такое ощущение, что они налет именно там, где они не в твоих границах, хотя я не уверен. Вот тут, видите, у нас появились как раз где нет у нас границ. Ну, подождем, посмотрим. Так, это у нас появилось, потому что 20 ходов прошло с постройки Цайуаня. Он дает вот этого последователя. Так, гиберы у нас нет, невозможно пока. Ну, чтобы только не убрать их с их работы. Так, вот этого я хотел вот здесь... Так, в изделии у меня... Бани тут есть, в этом городе есть, в миниферии есть. Да, кстати, можно и теплую баню еще заодно. Блин, опять не тем походил. Это вообще нерабочий. Этот пускай тут стоит. Ждем возможности построить. Атакует. Видите, слабенько. О, этот решил отступить. И эти решили отступить. Отлично. Туда-сюда ходят. Еще прачник прется. Так, ну я бы хотел, чтобы они на мою территорию скорее заходили. Я, наверное, полечусь. Стремена открыты. Ближний бой. Кавалерия всадника. Конного лучника. Конный лучник с колесницей улучшается. Он хочет колесницу улучшить, так? Баллиста, мельница, профессиональная армия. Я, наверное, профессиональную армию бы открыл. По Амунии прокатываются могучие толчки, сотрясая дома и храмы, засыпая улицы обломками. Испуганные горожане бегут в пещеры и святилища. Надеюсь, переждать катаклизм. Природа в гневе. Это может значить лишь одно. Так, нужно трудиться усерднее, чтобы снискать милость богов. Царь Татанхамон становится фанатиком. Наши строительные техники устарели. Получает статус строителя вместо оратора. Это простое... Мы ничего не можем и двенадцать. Наверное, давайте простое совпадение. Не хочу я менять его на строителя. Так, вот мне интересно, колесницы реально теряются, да? До конного лучника или всадника. Можно апнуть. У меня тут одна колесница. Так. Наверное, так, подойдем, его убьем. А остальные ждут. Повыше у домастера счета здесь. Что, он достреливает? Пока отсюда нет. Хочу повысить влучника на колеснице. И этот пока сюда подкрадывается, потихоньку лечится. До конного лучника, точнее, хочу повысить. 50 дерева, 892. А, полное здоровье требуется, да. Я забываю, что на апдинте реально полное здоровье требуется. Что-то не помню, откуда у нас этот слон. Но отправляем на фронт. Старший поэт завершено. Два старших специалиста. Это, наверное, этого добил до старшего. Боевой слон готов. Дальше анагар, наверное. То есть у меня там второй, это будет третий анагар. Ну, как раз деньги пригодились. Дересы показывает. О, рыба. А, сейчас лакос, наверное, обработаем. Так, у меня вопрос, могу ли я здесь, могу холодную купальню на пустыне рядом с рекой ставить. Библиотека есть. Что с универом? Так, у нас тут библиотеки. Крепость, гарнизон, суды. Вот, библиотека, академия. Блин, что-то у меня вообще реально уже приказов дофига. Блин, а Карфаген все стягивает ко мне войска. Что-то... Что-то напряжено. Все ведет. Так, эти стоят, смотрите, на месте укрепленные. Нет, тоже... Ну, вот, все-таки тут компьютер воюет вот, ну, намного лучше, чем в Циве. Просто намного. Он просто вот соображает, вот где ему не стоит лезть просто. Это вот, ну, настолько... настолько явно. О, хотят заключить... Так, ну, это ж я отправлял на самом деле. Написано, как будто они ко мне прибыли. Но мир нас устраивает. Так. Теперь мы отправим посла в Вавилон, видимо. Для мира. О, Карфагеня не хотят. Так, а давайте-ка мы тогда сейчас попробуем в начале, раз тут пошаговая стратегия. Забудем это дело. Сначала мы мы поубиваем юниты. блин, да чё, чё, чё-чё-чё-чё-то не хватает. В следующем ходом только можно будет кидать камни. Эх, не прошёл. Крит, я надеялся, что пройдёт крит, может. Да, чё-то как-то слабенько мы тут поубивали юниты, конечно. Ну, я согласен на перемирие с Карфагеном, мне кажется. они гораздо сильнее. Так что... А, они хотят, чтобы я им 164 золота в ход... А чё ж я не почитал-то? Фак. Нафига я... Блин. Не прочитав предложение... Ой, блин. Так, посол харизма. Отвага. Да, харизма для посла. Самое главное харизма, конечно. Чёрт, а меня тут не поубивают юниты-то? Ну, вот этого коня могут, кстати. Я тут так выперся на эту пустыню. Да, давайте пастуха. Тут бы я делал эти купальни. Ну, в принципе, тут Одион можно поставить. Так, ну что сейчас накажет меня Карфаген за то, что я договора не читаю. Мне кажется, вот этот коник тут минус будет. Не только этот его сможет проатаковать. да, ошибка. Ну, кстати, вот это то, что он вывел, я, наверное, смогу убить всё. А ему ещё... Он тут не всё подведёт ещё. Так, Вавилон в мире с хеттами. Недолго осталось наместнику у Асета. Жаль. Мой родный брат перешёл в манихейство. Так, задание по проникновению привело к новому событию. После многих бессонных ночей агенты Камоса возвращаются со своего задания по проникновению в Ассирийские земли. Наши шпионы раздобыли массу различной информации и покинули страну, не вызовав подозрений. Помимо добытых сведений, агенты обнаружили несколько незаселённых участков территории вблизи наших границ. Если их захватить, Египет сможет продолжить свою экспансию. Плюс три пограничных клетки в городе Элат. Отлично. Это вот эти, видимо, земли. Так, и мы открыли территорию Ассирии. Ну, Ассирия, видите, зажата между Вавилотом и Хетами, поэтому она и последняя по очкам. Так, ладно. Ну, наверное, дальше в Вавилон надо внедряться. Так, тут у нас агент есть, и тут у нас агент всё ещё есть. Хотелось бы, наверное, дальше ещё агентурную сеть сделать, но пока дорого стоит, и у нас нету скаутов для этого. да, вот сюда было бы круче, конечно, кинуть, но не доставал. агентурная сеть толхомон военачальник мы много убили просто блин тут не хватает хода и не могу марш-бросок потому что еще типа есть там ход вообще вы знаете что давайте я вот так сделаю и все равно марш просто каждый ход за два приказа будет считаться нас приказов дофига я очень хочу этого прачника убить и я уверен что нет между сейчас не накажет карфаген потому что здесь вот эта пустыня что не даст следующим ходом будем отступать обратно на свою территорию очень способный ученик привлёк внимание правителей мены фар такой талант нужно подпитывать гражданская служба писец поэт гражданин и 95 цивиков наверное давайте гражданская служба это тоже цивики будет давать царица-консорт сень сен-минис приходит во дворец не умолкая письменах которые это получил от странников с востока это собрание религиозных текстов называемых священное писание и учение о иудейском боге записанное богословами разных времен заинтересовавшись вы решайте немного почитать это абджу стал легендарным городом культурным получить последователя иудаизма нет писание интересным самоучением я не трогает вот так сделаем не хочу я иудаизм распространять так любезная плюс к росту хитрая давайте любезная плюс к росту здесь так и мы можем легендарные чудеса строить ребята пантеон собор святой софии все города минус собор святой софии хочу 1800 камня надо насобирать и и и и и и и и так уже четыре старших специалиста дайте раз совет проведем один ход потому что у нас один ход не два года до граждане граждан она горзович завершён о может можем убираем тут яхмаз тут бесит так везде губеры сидят можем закон принять но опять терпимость догматизм но это не хочу у нас сейчас должен открыться вроде какой-то закон профессиональная армия ли да вот профессиональной армии мы примем следующим ходом так анаграф достаточно давайте какой-нибудь другой вот легкую колесницу хочу или конного лучника 6 3 2 6 4 2 этот дальше бегает содержание и стоимость абсолютно одинаковы все это блин а это строится за четыре фоне давать наверно такая фонного лучника он быстрее строится и ну на одну клетку меньше бегает мне кажется меня устроит 917 денег все это блин а Продолжение следует... Продолжение следует... Блин, афига я тут библиотеку построил? Тут должна была быть... Домик должен был быть... Черт. Ошибочка. Продолжение следует... Блин, фига знает. Вот эти места надо оставлять пока. Я бы оставлял, потому что еще не развит город, просто невозможно там что-то нормальное поставить. У нас просто потом места не будет. На пять очков отстаем от Египта, от Карфагена. Ну, вообще неизвестно, что там с Римом и Грецей. Не знаю, как мне их встретить. Но по-хорошему, конечно, Берему построить просто. Ну, кстати, давайте вот тут в Джанай после конного лучника построим Берему. Не идет на поводу соблазнов плюс дисциплина. Патриарх становится с дружелюбной на довольная. И отвага у брата. Окей. Так, мир нас устроит. Тут он, Хамон, заступник. И мир заключил. И... Так, что это за восстание? Это мы можем... Это мы можем шпионами делать восстание в других местах. Итак, бесплатный конный... Бесплатный кушицкий всадник, конечно. К сожалению, конный лучник пропадает, получается, но... Кушицкий всадник все-таки круто. Абджу ошеломили известие об убийстве в холодной купальне города. Мужчины из семейства ремесидов и амарнская женщина были найдены мертвыми. Их лица в синяках были погружены в воду, а вещи разбросаны. Семьи находятся в бешенстве, а версии произошедшего сильно различаются. И это еще не говоря о полном отсутствии свидетелей. Так, но, к сожалению, у нас нету ни мудрости плюс два, ни религиозности. Поэтому придется выбирать между семьями, видимо, на амарну. Амарна-заговорщики наверняка пытались убить его и выйти сухими из воды. И привести к будущим событиям. Ну, просто у нас хуже с ремесидами отношения. Ну, отступил тут Карфаген. Ну, нам тоже надо отступать. А вот этими я постою, наверное. Вернем таблице. так а теплую купальню мы тут можем строить можем заменяем ферму так а сколько здесь у нас будет беремо 10 нет здесь ходов долго так есть гражданин вот сюда пастухом давайте сделаем блин что-то у меня так уже много приказов остается надо было опять послов и дипломатов чем назначить делать ну мы держим мне кажется эту территорию несмотря на то что карфаген гораздо сильнее зато знания недалекие герцог наместник у вас это погиб нам говорили что он умрет так терпимость или догматизм да кстати я же профессиональную армию хотел принять блин давайте а может и терпимость принять уже лабжу еще не стихло обсуждение трагедии в купальнях как произошло еще одно шокирующее событие а наместницу царицу консорта сэн сэн минис совершил нападение странный мужчина сэн минис была легко ранена но сумела отразить нападение преступник ретировался наместница утверждает что мужчина выглядел сумасшедшим и кричал что-то несвязанное о рамеситских тиранах и амарнских свиньях ну походу он будет из третьей семьи да выглядит так этого человека очевидно ответственного из-за убийства в купальнях теперь ищет весь город абджу призвать лекарей поскорее исцелиться да давайте наверное призвать лекарей нового наместника принцесса консор кстати кто нас наследник принц хуфу послушала что не женат тут он хамон женат но ему что-то не нравится ду и рацион этот ну не любитель женщин ну видимо брат будет наследником кстати как он 31 а у нас 35 то есть он недолго проправит так посла отправить дары нет это не интересно с кем я хотел мир мы заключили давайте может торговую хет там торговое соглашение надо давайте терпимость примем а 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 и что тут я построил крепость Так, давайте вот этих сначала Пастбище, 300 монет Появился гражданин Его в библиотеку я хочу Философом Охотник Ну, давайте священников Сделаем И тут пастуха Еще есть один гражданин Врачом будет, так что в совет добьем Достреливает Так, хочу улучшить 900 монет требуется Еды ж дофига Можно продавать Вот это за Египет игра Это интересно, мне кажется Интересно именно за Египет тут играть У вас нету дерева От этого сложно Зато у вас Нил И этот Что-то за странное перемещение Укрит прошел на заднего Так, вот это что-то Выглядит опасно Еще Анагар вон едет Кушетская кавалерия Получил Ачивку И Пять старших специалистов Племенной налет Около Элата Блин, слушайте Это далековато, кстати Черт Так, давайте Буловоносцев откроем Элата у нас вот здесь Офига себе Как нам тут сейчас Жопа будет Ё-моё Так Ну не хочется вставать Но он правда Сюда сможет Проатаковать Блин Так Нам надо Срочно Перебрасывать Юниты К Элату Хорошо Вот по морю Они просто очень быстро Перебрасываются Так И у нас тут есть один Даже генерала можно Ну Он стоит в крепости Плюс 20% Ксили Давайте вот сюда Его поставим Так Учника я думаю Тоже надо туда Перебросить Я думаю Нам 4 юнитов Хватит С этими 6 разобраться Член местного правления Заработал репутацию Острова Ума и деловитости Так При дворе Или цивики Взять Давайте Наверное При дворе Я его возьмем Так Конного лучника Наемника Всадника Наемника Так А что А кто лучше Ну Лучник Понятно Он стреляет 3 перемещения 6 сил А этот 6 Ну собственно Тоже самое Только не стреляет Я бы лучше Конного лучника Наемника Потому что у нас Дерева нету Соответственно Так 1350 Там было написано Соответственно Все что требует Дерева Лучше этих юнитов Брать Поклонение Богу Это неотъемлемая часть Вашего бытия Незримый перст Указывающий Вам верный путь Но встреча Со старейшинами Зарождает сомнения Достаточно ли Вы делаете Во имя веры Вы готовы Превратить Египет В нацию Достойную Манихейства Так Контролировать Три собора Контролировать Двух старших Священников Вот эту Контролировать Двух старших Священников Вообще Один у нас Уже есть Один Один я по-моему Даже уже Делаю Если Ничего не путаю Строим дворец Так Я бы тут Наверное Каменоломин Настроил Или в пустыне Их нельзя Строить Черт Нельзя Блин Если я сюда Выпрусь Убьют Наверное Убьют Давайте лучше Генерала Пока Назначим Отамарный Надо назначать Генерала Вот Юнит Не может Умереть Когда у него Меньше Одного Хитпоинта Блин Не знаю Пока Что Строить Честно Говоря А библиотека У нас Построена Тут Что-то Не видать Что Врача Что-ли Делать Пока Или Песца Кстати А вот Здесь Мы можем Теперь По Максимуму Сделать Форум Архив И Казначейство Четвертого Уровня Так Тут Стены Кстати Есть Стены Есть Я хотел Врача По-моему Делать Блин Блин Идти туда На помощь Не идти Наверное Наверное Надо Я бы Вот так Блин У меня марш Броска Не хватает Черт Ну афиг Он тут Выперся Вообще Вот так Может Сейчас Этим Копьем Проткнуть Будет Больно Ну пока Заканчиваю Ход Не знаю Не охота Мне здесь Суд Строить Именно в этом Месте Может Вот здесь Его лучше Построим Так Ну сначала Карфаген Меня наваляет Потом Варвары Наваляют Ну от варваров Я там Нет Отходит Слушайте Ну видимо Я вот тут Так и постою О Откуда Там взялся Нет Слушайте Пришел Блин Откуда Вон там Взялись Интересно Может У меня тут Где-то Беремы Сверху Стоят Прикиньте Как умно Хеты Войну С Осирией Верховная Советница Погибла Ну вон Уже Наместник Минифер Перешел В иудаизм Схренали Один город Всего лишь Ладно Нового Наместника Надо У меня Вот этого Ментухи Тепа У всех остальных Минус К росту Кроме того Они старые Какие-то А этот Молодой 20 Он еще Сможет Прокачаться Я думаю Так Мы Внедрились В Вавилон Теперь Давайте В Персию Сможет Продолжение следует... Так, ну я думаю, тут мы отобьёмся. Вот тут... Каждый раз у нас... Вот эта война с Карфагеном, то мне кажется, что уже всё, я типа их унизил, то они приносят какую-то ещё войска, и эта песня хороша, начинай сначала. Так, ну вроде этот анагр не должен вот на эту группировку, так я ему... Нормально тут всё-таки юнитов сейчас проредил. Мне бы отступить и генерала хоть куда-то назначить. Так, есть анагр. Не, ну с фаррой, я думаю, мы и так справимся. Так что отправляем эти юниты сюда. А где у нас этот кунашский вот этот, что ли? Чувак. Конный... Не, а где у нас там? Кто-то... Хм. По идее, вот этот же должен быть. Мы его бесплатно получали. Он типа никакой... Такого цвета этому никакой семье не относится. Нет, просто конный лучник написано. А, вот он, Кушицкий. Кушицкий. Так, значит, в Джанай я решил Беремму построить. 987. Короче, еда достигла уже минимальной цены. Немножко... Нет, немножко лучше железо продам. В мини-форе. Блин. Вообще нечего строить всадника. А, у нас еды нету теперь, блин. Ну, я бы, кстати, всадника построил. Ладно, давайте что-то сделаем так, а потом купим так. Всадника построим. Нету еды, чтобы кого-то другого строить, поэтому форум просто. Так, этого лечим, пожалуй. О, тут деревню в мини-форе можно. Ага, вон там. Ну, я тут каминалом, надо запойнить, что вот сюда деревню надо. Так, ну что, опять накажет меня Карфаген? Блин, эту войну надо как-то заканчивать. А, накрук, конечно. Логично. Прям внутрь, чтобы я потом... Чтобы у меня зона контроля была, я не мог свалить оттуда. И вот, смотрите, и не добивает этот юнит, который никуда не свалит. Просто посмотрите, как действует компьютер. И что это можно сделать нормальный искусственный интеллект, что с ним сложно воевать. Будет. А не... Как же с той циви? Просто мы же, по-моему, с чем он занимается? Харизму, брат, куху. Так, торговые отношения. Древесин... А, нет, подожди, ну что за тупость? Вот это, кстати, тупое. Тут просто рандомно, у меня такое ощущение, выбирается торговая. Вот как я могу с ним торговать, отдавать древесину, если у меня минус 22 древесины, а в принципе древесины нет. То есть потрачены в никуда. О, рост товара, оборота. 400 железа, 400 камень, 400 древесины. Зашипись. Ну, это лучше, чем бесплатный всадник. Все-таки... Купальня с подогревом. Блин, в джене уже пятый уровень недовольства. Опасненько. Вот, кстати, не помню, будет ли от слона. Сможет ли он потом атаковать еще раз? Нет. Это только от колесницы такое. После убийства, я имею в виду. Жаль. Не, ну этого надо лечить. Есть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пчелоза включен к этой библиотеку. Так, пастух в зал. А тут библиотека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочется рыбака сделать почему-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, анагры. Подводим. Что ж мы тут будем делать, чтобы... Видите, я вот этого юнита не могу убрать, потому что зона контроля всех юнитов не дает. То есть мне надо кого-то убить. Ну вот, попробуем... Так, сделать. Так. Так. Теперь этим бежим сюда. Этого сюда лечим. Убили, так. И вот он станет вот этот коник и вот этот. Мы можем этого прачника убить на самом деле. То есть минус 3 юнита к Арфагену. Вопрос. Сколько юнитов в следующем ходу у меня умрет? Стоит ли оно того? Так, наверное, этот анагр даже еще ближе. Подведем. Академию. Реально здесь больше выхлоп. Давайте Академию. Что у нас вообще с развитием? Арфаген сильнее, но недалекие. Блин, конь убивает. Нет, не угадаю. Еще вот этот конь убивает. Да и он сможет после этого штурмом и этого проатаковать. Минус 2 юнита, да? Штурм. Все еще штурм продолжается, видите? Да. Да, минус 2 юнита получилось. Но я у него 3 убил. Не знаю, не понимаю, выгодно ли. Так, Карфаген гораздо сильнее, но не развит. Вавилон сильнее и развит. Перс гораздо сильнее и развит. Кетты одинаково силой, но недалекие. И слабее недалекие. То есть вот Вавилон, с Вавилоном я правильно дружу. Слушайте, вообще можно и вон с этим мир заключить с персами. Продолжение следует. следующим ходом только можно будет блин чё-то мне пожалуй эти не пойду лечусь выносишь подведет войска какие-то надо вообще сваливать и мне кажется вот это я зря вот тут опять обменом занимаюсь а а и и и и и Ой, куда я пошел? Так, следующим ходом здесь будет легендарка, я так понимаю, да, горячие купальни сможем построить, давайте вот здесь, дары семье какой-нибудь, да не, у нас тут со всеми зашибись, булавоносцев, наверное, надо строить после всадников, я сейчас их уже открыл, так, а рост товарооборота мне позволит чудо построить, наконец, аюсофью, например, так, обстрелял, минус один юнит, все, минус один юнит, ну, то есть, каждый у нас, каждый раз, когда мы деремся, я на 1 юнита больше убиваю, но мне кажется, мне это не выгодно, там компьютер, вы же понимаете, в среднем уровне сложности у него куча бонусов. Так, персию раскрыли. Ну, давайте уже рынок и усмирить город получим. Берема. Пошли плавать, я очень хочу встретить греков и римлян. Пафос, это, кстати, здесь Кипр. Молодой человек, кличащий себя пророком, просит постоянного пристанища для своего народа. Эти кочевники поколениями скитались по земле и теперь хотят заиметь свою духовную родину. Мы слышали много потрясающих историй об этом избранном народе и их боге. Иудаизм. Так нам иудеи приперлись. Ну ладно, пускай распространяется. У нас вроде хорошие отношения. Или нет? Ладно, пускай распространяется. У нас принят закон, который минус 2 к несчастью, если несколько религий, за каждую религию не национальную. Еще никогда в истории Египта уровень образованности не был настолько высок. Старые предрассудки рушатся под напором новых идей и открытий. Мы светоч познания в этом дремучем мире. Но как же нам расширить горизонты мудрости и понимания? Сосредоточиться на обучении простых людей. Минус по одному уровню недовольства. За счет того, что философия принята с законом. Мы должны дальше расширять границы познания. Плюс дисциплина. Минус плюс 410 науки. Но минус 2250 денег. И лучшие умы нации должны содержаться на военных вопросах. Не, военные, мне кажется, два анагра, ну не знаю, нет. Вот из этого. Так, у Амунии и у Асети. Сколько, какие уровень несчастья? У Асети третий и минус 6 идет. В Амунии второй и минус нет. Вообще, просто берем науку, потому что там уровень несчастья не такой большой. И тут Анхамон еще и заступник дисциплинированным становится. Так, бесплатный придворный солдат. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА от этого добиваем ну что 4 генерала и 8 лет еще четырех добавить тут нету два генерала только из омарной есть и все плохо не выполнил мне кажется мы это это наследие эту амбицию так берема готова эти булавоносцев делать я и говорил так а здесь я хочу теплую так почему она здесь недоступна тут река есть а город или две городские клетки черт тёплая купальня только вот здесь получается соль обрабатывать дофига соли а мы не используем никак эти реально они появляются в тех клетках которые не присоединены вот тут вот появились да как бы с карфагеном тамир заключить больно блин и минус анагар да вот я ими плохо воюю как надо по-другому их размещать сусимина короче в этом городе стоять не выделываться и не вылазить вперед этот теряет ходы подходя слишком слишком много ходов мы теряем двигаясь по пустыне вот и все доблестно и а потом тут он хамон справедливый так агент в ари филиноруме погиб лошадь бессадника приносит ответ перцев никогда жаль вроде нормальное отношение так придворный солдат появился и давайте баллиста давайте вот тут картографию чисто для украсть исследования будем у вавилона воровать неферкара наместник в элати умный любезный давайте любезный надо чтобы рос этот город а на подступах греческой границы наш отряд встречают вооруженные солдаты они передают недоброжелательное сообщение все нации желающие иметь отношения с грецией должны заплатить дань нужно быть осторожным выборе ответа я бы провизии выплатил и мы встретили грецию тут у хеттов так ну и как греция развития а примерно наравне со мной и один легендарный город кстати у меня уже два министр погиб что я его не помню вообще наверно был очень важным министром как раз всякие защитные стройки типа рва а 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 так у меня эти юниты добегают как очень странно всплывающие окна что потом невозможно никого выбрать да ладно блин не убью этого а Что-то я как стал юниты строить, у меня муштры подубавилось. Ладно, давайте я его здесь поставлю, хай тренируется. Так, надо отремонтировать, не забыть, там нифига у него нагр достреливает, да ладно, ааа, господи, как он ее все-таки, просто мутузит, тузит грелку, блин, надо отступить, короче, вглубь, вглубь территории, хай он сюда влазит, не надо лезть, просто не надо лезть. И вот это, не надо лезть, так, хедский посланник выступает перед собравшимся двором, предупреждая о великой орде грабителей, по словам их агентов, собирается за границей изведанных земель, готовясь к нападению на Абджу, блин, ну давайте дары в благодарность отправим. Или, нет, не, давайте готовьте оборону, старейшины семьи ромисидов, как, ну это амбиция, открыть технологию конский доспех, открыть технологию когорты и боевой код, я, давайте откажемся пока. Наместник в минифере, все новые юниты кавалерия, стоимость улучшения меньше, ну давайте, на кавалере просто я там не строю кавалерию, сейчас. Так, ну нам осталось только Рим встретить. Интересно, а греки с хеттами не воюют? Вообще, хоть кто-нибудь с кем-нибудь воюет еще, кроме нас с Карфагеном? Карфаген с хеттами, но это бессмысленно, я не думаю, что они прям реально воюют. А, из Ассирии хетты воюют. А, вот, смотрите, захватили город, я про не знаю, чей он был, видимо, ассирийским был. Вообще, хетты ассирийцев давят. Игорь Михайлович, против дальнего боя генерал блин 5 гиро я еще шесть генералов смогу сделать и скорее всего все дворец построили здесь вас можно практически всю пустыню застроили райончиками цитадель так где у нас универы вообще еще возможны ну да давайте универ здесь нет роскоши мы тут добываем 40 добываем лесопилка да дерево сейчас самый дорогой ресурс давайте в пастбище так мы все тут четвертого уровня мы сделали два гражданина есть философов библиотеку до максимума тут всадник завершён боевой слона знаю или еще или еще одного всадника не хочу вот этих лучников там всадников давайте прирожденный всадник обход с фланга дополнительно например ремонтировать такие же университ а и цитадель начал строить молодец не давайте вот тут универ постоянно камня не хватает никак не могу накопить на на чудо ну слушайте наверно надо заканчивать серию вообще уже последние серии такие длинные получают ну нельзя мне очень интересно сидеть ухты врывается но эти не хватает ему хода только вот этим верблюдом он смог зайти этим по одной клетке вверх блюду видимо гамон будет я надеюсь блин вот это не чаканка заробилась сдарилась не чаканка цацанка там две беремы карфагенские так духовный лидер иудаизма мазьяр набожный ваша родственница составляет в разумность ее решение минус один мудрость плюс дисциплина и ваш брат по-прежнему боится но не позволяет страху одержать над собой верх плюс к отваге так картографию открыли блин я вот думаю нужны ли мне две тысячи деньги как бы я бы соборы наверно открывал потому что у меня тысяча денег в ход так теперь шпиона отправляем красть технологии 85 300 почему 300 от хетов интересно от персии 300 тоже тут вавилон самый развитый а почему то а у них как раз невозможно украсть только у вавилона возможно потому что он более развит чем я все я понял поэтому тут 300 всякая фигня написано ну давайте просто 170 науки крадем у вавилона нормально усмирить город я могу теперь давайте вот этот который пятого уровня так посол ну наверное никому не будем мир предлагать все в принципе понятно и какое событие так и предупреждали хетты вот они где появились вот видите я так и знал что они появляются в месте которые не не нашими границами тут у нас все просто уже границами нашими заставлено поэтому тут они и не появляются это появляются либо там либо тут еще так вот давайте спеца на соль чтобы просто не забыть ну и на этом наверное эту серию я закончу спасибо что смотрите по моему очень интересно лично мне очень интересно как все как у нас развивается египет тутанхамон справедливый без наследников без кстати надо бы хуфу может тогда давайте глянем в том плане что его выдать а у него есть принцесса у него есть ребенок так что наследники только ему лет два надо бы его обучением заняться но это в следующей серии спасибо что смотрите спонсоры канала могут и прямо сейчас поискать его в плейлисте прикрепленном комментарии слава беларуси живи украина всем удачи и покеда я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео